Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Застройщики курорта изучают правила благоустройства и применяют их на практике. Вечер памяти Анатолия Буренкова провели в городском театре. Здоровый дух в здоровом теле не боится капризов погоды. В Анапе прошел очередной этап студенческой спартакиады. Четыре призовых награды завоевали самбисты сборной команды Краснодарского края. В составе выступили восемь анапчан. А сейчас обо всем подробнее. Как свести к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей? Об этом говорили сегодня на заседании Краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В режиме видеоселектора на связь вышли все муниципалитеты. На селекторном заседании Межведовственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Краснодарского края рассмотрели семь существенных вопросов. Обсудили методы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. В том числе еще раз сделали акцент на организации детских перевозок в период летнего отдыха. Показатели детского травматизма растут необходимы кардинальные меры. Заместитель министра строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Геннадий Рыжков рассказал о нарушениях законодательства перевозчиками тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Автомобильные дороги регионального значения межмуниципального не охвачены весовым контролем. И это дает возможность недобросовестным перевозчикам безнаказанно осуществлять перевозки с нарушением законодательства. То есть превышение предельной массы весовых нагрузок. Решить проблему поможет установка систем автоматической видеофиксации веса габаритных параметров. Во-первых, это тотальный контроль транспортных средств без снижения скорости движения. Возможность организации неотвратимого наказания. Возможность решения сопутствующих задач. Это мониторинг, угон, разысленные мероприятия, статистика. Затраты на строительство и эксплуатацию этих систем ниже, чем строительство стационарных пунктов. Установка камер актуальна и для железнодорожных переездов Краснодарского края. Еще один важный вопрос – строительство платных автомобильных путепроводов для разгрузки транспортного потока по ЖД-переездам. Участники совещания затронули тему проведения технического осмотра транспортных средств. Процедура ухудшилась. Орудуют торговцы диагностическими картами, зарегистрированными в других регионах. Агредитованные пункты не имеют специального оборудования. Подвели итоги профилактических мероприятий «Автовос» и «Внимание, дети». Алексей Говаров, заместитель начальника отдела ГИБДД, отдела МВД России по городу Анапа, рассказал о мероприятиях в Анапском районе. Один из основных вопросов – это вопрос предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых влекут последствия детского травматизма. Эта работа на территории города, курорта ведется постоянно. Мы не прекращаем работу ни на минуту, независимо от того, что курортный сезон закончился. Эта работа будет вестись ежедневно. То есть проведение бесед, лекций в дошкольных, школьных образовательных учреждениях. И работа будет направлена также в санаториях и здравницах, которые работают круглогодично. Мы уже начинаем работу по подготовке к курортному сезону 2015 года. Будут проводиться совещания с руководителями здравоохранения, с руководителями детских, дошкольных, школьных образовательных учреждений. Мы еще раз будем напоминать правила организации перевозки детей и требования, которые будут предъявляться с нашей стороны. По результатам совещания главы муниципальных образований получили ряд рекомендаций к дальнейшей работе. Также проводился один из этапов операции «Автобус», в ходе которого были привлечены к ответственности 106 водителей автобусов. Основные нарушения – это техническое состояние, это нарушение режима труда и отдыха, это внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. Операция «Автобус» в Анапе также стала результативной. Застройщики города-курорта постепенно приводят в порядок строительные площадки. Начали с временных ограждений, украшают их яркими баннерами. Администрация города-курорта проинформировала застройщиков об оформлении временных сплошных ограждений баннерами. Цветочные композиции должны украсить заборы и преобразить безликие серые объекты. Яркие цветы – это новые акценты в облике курорта. На улице Владимирской жители и гостей курорта радуют разноцветные тюльпаны. На углу улиц Краснодарской и Заводской цветы на синем фоне сразу привлекают внимание. А вот баннер на углу улиц Трудящихся и Краснодарской украшают не только цветы, но и бабочки. На углу улиц Шевченко и Краснозеленых красно-желтые тюльпаны добавили сочных цветов, колорит улиц. А вот тюльпаны на голубом фоне на Анапском шоссе дарят яркие эмоции жителям и гостям города. Это лишь часть примеров нового оформления ограждений стройплощадок. В скором времени все стройки курорта должны быть украшены баннерами с цветочными композициями. Прошел почти год, как не стало заслуженного работника культуры России, руководителя народного ансамбля казачьей песни «Зарница» Анатолия Михайловича Буренкова. В городском театре прошел вечер памяти, посвященный талантливому деятелю культуры. Анатолий Буренков – профессиональный музыкант, преподаватель, воспитавший целую плеяду учеников и создавший за свой творческий путь уникальные самодеятельные коллективы. Он возглавлял народный хоровой коллектив «Русские узоры» и «Дома культуры Станицы Анапской», ансамбль народных инструментов и народный ансамбль казачьей песни «Зарница» городского театра. За высокое художественное мастерство его творческие коллективы неоднократно награждали грамотами и дипломами лауреатов и победителей конкурсов. Об этом человеке можно сказать так, вся душа его в песне. И это не просто имя, это не просто пласт, это целая эпоха в истории культуры России, Сибири, Анапы и Анапского района. На памятном мероприятии собрались родственники, друзья, коллеги Анатолия Буренкова. Говорили о его творчестве, делились воспоминаниями, исполняли русские народные песни, играли на народных инструментах. За замечательным человеком, талантливым руководителем, внесшим огромный вклад в культурную жизнь города, осталось 45 лет яркой, интересной, творческо-трудовой биографии, достойной уважения и памяти. И к другим темам. Здоровый дух в здоровом теле не боится капризов погоды. На очередном этапе студенческой спартакиады представители молодежи проявили силу воли и умение выстоять в любых ситуациях. Автомат, каска и противогаз – основные атрибуты студенческой спартакиады по военно-прикладным видам спорта. Здесь соблюдают правила и уважают противника, независимо от того, на чьей стороне окажется победа. Сегодня у нас здесь проходит первый вид нашей спартакиады по военно-прикладным видам спорта. Она проходит уже в пятый раз, пятый год подряд. На площадке каждый участник переодевается в солдатскую форму, разбирает и собирает автомат. Почувствовать себя настоящим солдатом могут даже девушки. Всем удачи, чтобы хорошо у всех просложился этот кросс, начало эстафеты по военно-прикладным видам спорта. И, пожалуйста, давайте, чтобы никто не упал, никто не потерял сознание, чтобы все было хорошо и только веселее и бодрее. Удачи всем! С автоматами в руках участники пробегут кросс по пересеченной местности. Дистанция для девочек – 500 метров, для мальчиков – километр. Каждая команда подготовила свою форму, отличную от других, но объединяло их все-таки одно – желание победить. Меня привлекает этот дух соревнования, когда ты готов выжать из себя все соки, чтобы прийти первым. Спорт учит настойчивости, стремлению к победе, а также воспитывает желание во всем быть первым. Спортивные успехи студентов становятся не только их личным достижением, но и победой вуза, в котором они учатся. В очередной раз отличились анапские самбисты. В город Кстово Нижегородской области съехали спортсмены из 60 регионов страны. В состав сборной Краснодарского края вошли 8 воспитанников детско-юношеской спортивной школы номер 4. Сборная завоевала 4 призовых награды. Подробности в сюжете. Падать самбо приходится часто. Бросок, еще бросок. За одну тренировку раз 300-400. Руслан Аскеров тренируется уже 11 лет, и за это время падать ему приходилось миллион раз, не меньше. Каждое падение – это стимул стать и победить. На первенстве России по самбо в Кстово он вышел в финал и оказался в шаге от победы. Ну, борьба шла трудно, учитывая то, что поехал с травмой. Руслан выполнил норматив и получил звание кандидата в мастера спорта России по самбо. Звание и медали добился ежедневными тренировками, а то и дважды в день. 100 турник, 100 брусьев и 100 раз на правой левой руке отжимания. Это легко? Да. Дзидо самбо – самый лучший спорт. Самбо воспитывает волю, характер. Подготавливает к жизни. В принципе, может на улице пригодиться, если будет неприятная ситуация. Иван Терещенко занимается борьбой с 9 лет. Ежедневная работа над собой – дело привычное. На первенстве победил в четырех схватках из шести, занял пятое место. Конечно, мог бы и лучше. Даже тренер мой говорит, Аскер Хроман Сибыч. То, что мог лучше. Ну, как бы хороший стимул тренироваться, да, еще лучше. Надеюсь, все получится еще в следующем году, даже в этом. Быть тренером значит жить победами своих воспитанников, вести их высоким результатом, настраивать и учить идти дальше после поражений. Задача сложнее, если тренер по совместительству отец. Я не ожидал такой уровень России, потому что Россия действительно очень сильный стал. То есть, один спортсмен, или что, и другие. Конечно, всегда сложно. Тем, что ты свой сын, ты немножко, может быть, и пригоняешь там слишком строго. Мы понимаем друг друга, но вот и поэтому есть маленькие результаты. Надеюсь, что достигнет, и он не остановится, и все другие тоже. Анапские спортсмены вошли в состав сборной России по самбо, и в ее составе летом поедут на первенство мира. Напомним, 30 октября в прямом эфире нашего телеканала глава города-курорта Сергей Сергеев ответит на вопросы анапчана и гостей курорта. Вопросы можно задать предварительно по телефону 5-86-57 и написав письмо на электронную почту rntv-anapa-mail.ru. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В четверг 30 октября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 12-14, ночью до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазиновый парт в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова